Продолжаем разбор сура «Аль-Ма'ун» Мы остановились на разборе 6 айта «Аль-Лизин хум юра-ун» Которые делают напоказ, лицемерят, и отказывают в мелочи «Аль-Лизин» — это «Исмун маусулан» — относительное местомение «Мабниу аля фатхин» — с неизменяемым окончанием Это имя может быть наатом, то есть описанием, определением для слова «Мусуллин» «Ау-Бадль» или же «Бадль» — для предшествующего относительного местомения «Аль-Лизин» То есть его предложением В этом случае это имя будет «Фимахалли Джарин» — на месте падежа «Джар» Также «Аль-Лизин» здесь, как мы сказали, может быть «Мафул бихи» — прямым дополнением для «Фиалин махазуфин» — для скрытого глагола «Таклируху аани» — скрытым глаголом может быть глагол «Аани» То есть я имею в виду Или же здесь метод выражения порицания «Услубу дзамми» То есть «Азум» — «Я порицаю тех, кто является такими» В этом случае «Аль-Лизин» как «Мафул бихи» — прямое дополнение будет «Фимахалли Наспин» — на месте падежа «Джар» Также «Аль-Лизин» может быть «Хабарун лимуптада ин махазуфин» — сказуемым для скрытого подлежащего То есть «Хум» — «Лизин» — «Хум юраун» — «В этом случае Аль-Лизин» будет «Фимахалли Наспин» — на месте падежа «Джар» Как и подобает сказуемому «Хум юраун» — «Хум» — «Аль-Лизин» — «Аль-Лизин» — «Аль-Лизин» — «Раздельное местомение» «Мафул» — «Мафул» — «Поставлен в состояние Рафа» «Ли таджарруды химинан насубы валь-джазм» «Так как он свободен от амïлю, атфактора насуба и джазма, которые могли бы воздействовать на него» В «Аль-Лизин» — «Призник состояния Рафа» в этом глаголе — «�ум» — «збуты н нуни» — «Наличие буквы нун» — «на конца» «Ниапатан али дамуфи» — «В качестве замены дамми» «Валь-Вау» — «Аль-Вау» — это дамир нуттаслин» — «слитное местомение» «Мабниу аля сакуни» с неизменяемым окончанием сакуном на конце. «Фи махалли рафин» на месте падежа раф. «Фааль» и «фааль» – действующее лицо, действователь данного глагола. «Вальфи'улю маа фаалих» – глагол вместе со своим фаалем, то есть «юрауна» – все это «джумлятун фаалитун» – глагольное предложение. «Фи махалли рафин» на месте падежа раф. «Хабар аль мубтадай» – сказуемое подлежащего. «Вальфи'улю маа хабарихи» – подлежащие «хум» вместе со своим сказуемым глагольным предложением «юрауна» – все это «хум юраун» – все это «джумлятун смитун» – именное предложение. «Сулятуль маусули» – предаток, предаточное предложение относительно мистемения аль-лядина, возвратным мистемением к которому является раздельное мистемение «хум». «Ла махалля лахаминал-иарабий» – не имеет места в падеже. «Вальфи'улю мааун» – это «харфаатфин» – союз. «Мабнио аля фатха» – с неизменяемым окончанием с фатха на конце. «Яраб» – то есть грамматический разбор глагола «ямнауна» – ничем не отличается от разобранного нами чуть выше глагола «юрауна». Поэтому не будем все это повторять, а скажем лишь кратко, что «ямнаун» – это фи'улю мударина, а местомение «вау» – его фа'ль. «Вальфи'улю мааун» – глагольное предложение «ямнаун» – это глагольное предложение соединено с союзом «вау» с предыдущим глагольным предложением «юрауна». А значит, так же, как и оно, будет на месте падежа «ар-рофа». Поэтому мы здесь и скажем «фи махалле рафа» на месте падежа «ар-рофа», как мы это упоминали несколько раз, что подобное предложение относится к тем семи видам предложений, у которых бывает место в падеже. «Аль-Мауна» – это мафуулен биги, прямое дополнение. «Мансубан» – бельфи'ль, поставленный глаголом «состояние нас», «винительный падеж». «У алямата» – признак «состояние нас» в этом имени «аль-фатха-тал-длахирата фи-ахири» – явная фатха на его конце. На этом мы завершили синтетоксический разбор «Сура Аль-Мауна». «Аль-Хамду лиллахи Раббил Ааламин».